Мужество, честь и достоинство для бойцов ОМОН, Управления Росгвардии по Забайкальскому краю – невысокие слова, а жизненная истина. Они защищают мирную жизнь забайкальцев, обеспечивая правопорядок и безопасность. 25 лет бойцы отряда «Коршун» рискуют своей жизнью и здоровьем во имя спокойствия граждан. Вы знаете, наша работа, она не видна гражданскому населению. Мы работаем, можно сказать, точечно. Но хочу заверить наших любимых граждан Забайкальского края, что они находятся под надежной защитой подразделения, этих мужественных ребят, которые служат в данном подразделении. Выдержка, сила духа, постоянная готовность прийти на помощь присущей бойцам «Коршуна». Они без остатка отдают себя служению закону, не жалея ни здоровья, ни самой жизни. С минуты молчания в память о тех, кто погиб, защищая здоровье и благополучие мирного населения, началось торжественное мероприятие – празднование 25-й годовщины со дня образования отряда. Отличившихся сотрудников подразделения наградили медалями, знаками, благодарственными грамотами и письмами, а также памятными подарками. За все время существования отряда было задержано более 8,5 тысяч преступников, 685 лиц, находившихся в розыске. Было обнаружено и уничтожено более 10 тысяч взрывных устройств. Раскрыто более 3 тысяч преступлений. Эти показатели стали результатом сплоченной работы всех звеньев отряда – взрывотехников, высотников, снайперов, полицейских бойцов, водителей. Сотрудники подразделения, нашего специального подразделения ОМОН, они не только на работе, но они еще и в жизни работают, потому что это присуще каждому из наших ребят, именно со специальной душой, с открытым сердцем. Вот один из примеров ярких. Не на службе находился сотрудник, увидел, как вечером загорается дом его соседа. Проявляя мужество, он разбудил соседей, помог им эвакуироваться с данного дома, помог эвакуировать вещи. Особое внимание было уделено ветеранам ОМОНа. Именно они многие годы ходили по лезвию ножа, вносили неоценимый вклад в становление и развитие своего отряда, спасали жизни, а сегодня делятся своим по-настоящему бесценным опытом с молодыми ребятами. «Преемственность поколений в отряде была, есть и будет». «Не забывать отряду ветеранов, своих пенсионеров. Пенсионерам помнить об отряде, передавая опыт молодым. Всех с праздником». В этот день звучали многочисленные сердечные поздравления, целеустремленности, напора, твердости, мужества, крепкого здоровья, семейного счастья, новых успехов в службе на благо Родины, мирного неба над головой. «Самое главное – процветание, выдержки, успехов в дальнейшем, не останавливаться на достигнутом, чтобы у всех было здоровье, чтобы всегда все возвращались со службы, со всех заданий, со всех командировок, живые, здоровые, и чтобы всегда их ждали дома». А самая главная награда для бойцов отряда – та, которую не подержать в руках и не повесить на грудь – это, конечно, спасенные человеческие жизни. Татьяна Салихова, Наталья Протаковская, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ.